Сотрудники полиции Адыгеи ведут масштабную комплексную работу по изобличению лиц, занимающихся незаконными операциями с наркотиками. Будь то потребители, либо закладчики, отрабатывается любая поступающая информация. Но, безусловно, особый упор делается на выявлении распространителей. За неделю задержано несколько таких лиц, и один из них – житель Майкопа, причастный к незаконному хранению и покушению на сбыт синтетических наркотиков. Как выяснили оперативники ОНК, свой незаконный бизнес он поставил на поток. Действовал не только по республике, но и в соседнем Краснодарском крае. Все подробности у Вадима Агаркова. Задержание 30-летнего майкопчанина – результат успешной операции, реализованной оперативниками ОНК отделов МВД России по городу Майкопу и Майкопскому району. Они достоверно выяснили, что злоумышленник регулярно привозит наркотики в Адыгею для их сбыта бесконтактным способом через интернет. Объемы какие были? Ну, максимум я подбрал где-то 70-80, самый максимальный. По 80 закладывал? Нет, 80 шариков готов. Ну, свертка. Да. Ну, раскладывал максимум в день где-то, максимум я 45 раскладывал. Такие операции тщательно планируются. Ведь важно задержать наркодельца, как говорят оперативники, с весом. На этот раз у подозреваемого изъяли 60 свертков с порошкообразным веществом. В ходе совместных оперативно-расследовательных мероприятий указанный гражданин был задержан в помещении гаражного кооператива. При нем находилось наркотическое средство. Завершив исследование, эксперты-криминалисты МВД по Адыгее подтвердили, что изъятым оказались два вида наркотиков, запрещенные к обороту соль и экстази. Общий вес партии составил около 50 граммов, а это уже крупный размер. По данным оперативников ОНК, незаконный бизнес майкопчанина имел межрегиональный масштаб. При этом он активно использовал многочисленные меры конспирации. Следствием полиции Майкопа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 20 лет решения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей. Аналогичное процессуальное решение принято сотрудниками полиции Тахтамукайского района в отношении 19-летнего местного жителя. При задержании оперативники изъяли у него свертки с наркотическим мефедроном, который злоумышленник намеревался сбыть через тайники и закладки. А в домовладении 42-летнего жителя Кашихабльского района сотрудники полиции обнаружили тайник с четвертью килограмма наркотической марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Санкция до 10 лет колонии. Ну а в Майкопе завершено следствие по делу сразу о двух таких преступлениях. 55-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении наркотиков и культивировании конопли. В его доме и хозпостройке полицейские изъяли марихуану и более 800 граммов высушенных частей конопли. На приусаденном участке он незаконно культивировал 50 кустов этого растения. Материалы находятся в суде. Вадим Агарков, Беслан Холоджоков. Вести. Дежурная часть. В Адыгее полицейские задержали самого настоящего профессионального домушника. 39-летний мужчина отжал металлопластиковое окно, проник в жилище в поселке Яблоновском и совершил кражу. Его добычей стали японские иены, доллары США и 69 наименований ювелирных изделий. Итог – беспрецедентный ущерб более 10 миллионов рублей. Наша съемочная группа отправилась в Тахтамукай, где встретилась со следователем и побывала в суде. Сообщение об этом преступлении поступило в полицию еще в сентябре этого года. По результатам выезда следственной оперативной группы на место происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 158 УК России «Кража». К работе подключились наиболее опытные оперативники уголовного розыска и следователи районного отдела полиции. Ход раскрытия этого тяжкого преступления взял под личный контроль в Рио министра Махмуд Люстангелов. Проведена масштабная работа по проверке различных лиц, установлению возможных очевидцев кражи, а также ряд других специальных мероприятий. Один из местных жителей, который ранее попадал в поле зрения органов внутренних дел, в том числе и за пределами Адыгеи, заинтересовал полицейских. Уверенности в том, что они на верном пути, придавала изъятая в процессе кропотливой работы запись камеры. Внимание обратили на автомобиль, принадлежащий, как позже выяснилось, подозреваемому. Затем ряд подготовительных мероприятий и успешная операция по задержанию. При изучении личности фигуранта выяснились важные факты. Несмотря на возраст, у него имеется богатый криминальный опыт в совершении краж из квартиры домов, в том числе в составе организованной группы. Этими навыками он и воспользовался в очередной раз. Затем кропотливая работа следователей и оперативников с задержанным лицом. Именно она позволила установить местонахождение части похищенного имущества. Был найден тайник, в котором обнаружены денежные средства, валюты доллары США, японские и иены на общую сумму более 2 миллионов рублей, а также ювелирные изделия. Тайник был оборудован в отдаленном районе Краснодарского края. Полицейские Адыгеи продолжают работу по установлению мест сбыта оставшейся части похищенного имущества. Расследование дела продолжается.